всем привет продолжаем проходить курс facebook это 17 урок который посвящен пользовательским аудиториям или как они называются в рекламном кабинете индивидуализированная аудитория третья тема называется сценарий использования и разрешения соответствии с правилами использования пользовательских аудиторий мы просим всех рекламодателей подтверждать происхождение и наличие разрешений на использование такой информации что необходимо знать вы отвечаете за информацию которую загружаете для создания пользовательской аудитории вы должны обеспечить конфиденциальность данных даже если работаете с партнером агентством диспетчером или поставщиком данных соответствии с нашими правилами для использования и разглашения информации у пользовательской аудитории вам необходимо получить все права и разрешения при состав создании аудитории вас попросят указать как вы получили информацию которую загружаете когда мы заходим в рекламный кабинет и загружаем индивидуализированную аудиторию списком клиентов то здесь есть первоначальный источник данных где нужно указать каким образом мы получили эту аудиторию получили мы его варианты от клиентов и партнеров напрямую от клиентов или от партнеров если вам понадобится поделиться информацией об аудитории с агентством или другой третьей стороной только для управления компанией вам необходимо будет связать аккаунты бизнес-менеджер а также подтвердить соблюдение наших правил касающихся пользовательской аудитории как это делать мы здесь не будем разбирать но в общем если вы хотите чтобы вашу аудиторию кто-то использовал созданную в другом бизнес-менеджере надо предоставить тому бизнес-менеджеру доступ совместная работа с пользовательской аудиторией чтобы поделиться пользовательской аудитории следуйте инструкциям ниже то есть нужно сначала выбрать эту аудиторию ввести айди аккаунта выберите один из вариантов характеризующих ваше сотрудничество с аккаунтом и нажмите далее и чтобы поделитесь следуйте инструкциям ниже и я согласен нужно нажать ну и готово то есть если вы создадите пользовательскую аудиторию допустим подписчики могу ли я поделиться своими подписчиками с кем-нибудь вот есть поделиться кнопка я могу указать здесь айди рекламного аккаунта и отправить этому рекламному аккаунту всех подписчиков которые взаимодействовали с моей страницей ну вот которую я создал здесь в рекламном кабинете я могу отправить и ему поступит информация на практике то есть ему придет разрешение использовать моих подписчиков но он не сможет вот этой информации не с кем поделиться то есть это вот такой вот перфиницы перс персонифицированный доступ к моим подписчикам я указываю айди делюсь своей аудиторией и этот человек может ее использовать своих рекламных кабинетах но поделиться ни с кем не может вот как бы круто было бы если бы вот эту вот всю штуку вывели на поток и допустим ну как это сказать крупные или некрупные блогеры могли создавать свою аудиторию в instagram скажем ну и там продавать доступ не скажем за ну за определенную сумму ты приходишь к ней говоришь суши я не хочу заказывать у тебя рекламы но у тебя у подписчиков есть целевая моя аудитория которым было бы интересно мое предложение он говорит этот блогер что да ok я сгенерирую сейчас подписчиков и поделюсь с тобой этой информацией он в рекламном кабинете генерируют отправляет в твой рекламный кабинет это данные а ты уже на его подписчиков делаешь рекламу ну и при этом как бы ты не можешь поделиться с другим его подписчиками по моему очень крутая тема как используется ваша информация мы никому не продаем личные данные ваших клиентов мы не храним эту информацию стараемся не допустить того чтобы ваши конкуренты могли напрямую обратиться к вашим клиентам пользовательские аудитории помогут вам привлечь и удержать и повторно вовлечь клиентов чтобы добиться наилучших результатов используйте источники наиболее точно соответствующие ваши цели например если вы хотите увеличить продажи основной аудитории должны быть постоянные покупатели или самые ценные клиенты чем больше сведений вы предоставите тем выше будет коэффициент совпадений для пользовательской аудитории больше рекомендаций по подготовке данных клиентов вы найдете в справочном центре создавайте пользовательские аудитории если вы создаете пользовательскую аудиторию на основе файла данных помните что более качественные сведения например полные электронные адреса позволит включить в аудиторию больше людей ремаркетинг и отчетность ремаркетинг перекрестные дополнительные продажи ремаркетинг позволяет рекламодателям повторно показывать людям рекламу которую они уже видели дополнительные продажи это отличный способ убедить клиентов потратить больше перекрестные продажи это когда вы предлагаете покупателям сопутствующие товары Например, если у вас интернет-магазин одежды, вы можете создать пользовательскую аудиторию из клиентов, которые купили на вашем сайте купальник, и предложить им аксессуары, шляпы и солнечные очки. Настройте показ рекламы с учетом воронки привлечения клиентов. Пользовательские аудитории помогают скорректировать стратегию маркетинга с учетом того, что люди уже знают о вас и на каком этапе воронки продаж они находятся. Вы можете отправлять разные рекламные сообщения новым клиентам, клиентам с высокой ценностью жизненного цикла, бывшим покупателям, клиентам в группе риска или тем, кто проявил намерение купить. Например, клиентам, которые зарегистрировались на сайте, но не совершили покупки, можно отправлять сообщения с полезной информацией общего характера, а самым ценным клиентам – рекомендации с учетом их потребностей. Дублируйте имеющиеся сегменты аудитории. Пользовательские аудитории особенно эффективны, если созданы для достижения конкретных задач. Воспользуйтесь уже умеющейся информацией о своих клиентах, чтобы убедить их совершить то или иное действие. Возможно, вы хотите обратиться к участникам программы лояльности или к подписчикам новой рассылки, или, может быть, вы хотите предложить специальную скидку покупателям, которые оставили товары в корзине в интернет-магазине, демонстрируйте разным сегментам аудитории адаптированные под них группы объявлений. Исключите существующих клиентов из компаний, направленных на привлечение клиентов. Не платите за ненужные показы, клики и конверсии в компаниях для повышения узнаваемости и привлечения клиентов. Просто исключите из таких компаний существующих клиентов, чтобы как можно более эффективно расходовать выделенный бюджет. Дополняйте имеющиеся компании. Пользовательские аудитории помогут послужить отличным дополнением к компаниям почтовой рассылки. Охватите людей, которые не открывают ваши электронные письма, или опубликуйте сообщения из адресной почтовой рассылки на Facebook или в Instagram. Настройте таргетинг на тех, кто выразил намерение купить. Интегрируйте пиксель Facebook на сайт или Facebook SDK в мобильное приложение, чтобы настроить таргетинг на людей на основе их намерений. Добавьте дополнительные правила, например, частоту, новизну или проведенное время, чтобы измерить мощность сигналов намерения. Наша система будет настраивать показ и место размещения на Facebook в Instagram с учетом действия людей на сайте и в мобильном приложении. Попробуйте повторно обратиться к людям, которые оставили товары в корзине, или убедить их сделать покупку. Либо проведите перекрестные или дополнительные продажи среди недавних покупателей. Статистика пользовательских аудиторий. В Facebook Ads Manager вы можете отслеживать результаты компаний, в которых задействованы пользовательские аудитории. Подробнее о том, как изучить результативность рекламы, смотри в статье «Результаты и отчеты». Проверка знаний. И у нас здесь три вопроса. Одна последняя вопроса. Если кто-то посмотрит вашу рекламу на Facebook, а затем купит у вас что-то по телефону, вы не сможете добавить этого человека в пользовательскую аудиторию. Верно, неверно? Но почему верно? Неверно. Что нужно добавить в код сайта, чтобы создать пользовательскую аудиторию на основе посетителей этого сайта? «Пиксель Facebook», «Facebook SDK», «Хэширование данных SSL» и «Индификаторы рекламодателей для iOS». Нужно добавить «Пиксель». Можно ли поделиться файлом данных для пользовательской аудитории с третьей стороной? Да, нет, да. Верно. Чтобы узнать о пользовательских аудиториях еще больше, пройдите следующие курсы «Blueprint». И мы их пройдем позже. Чтобы завершить курс, нажмите кнопку «Курс пройден». Друзья, 17-й урок мы с вами закончили, который был посвящен пользовательским аудиториям. Если было полезно, если было интересно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем желаю хорошего дня и успешного продвижения. Всем пока.